Здравствуйте, меня зовут Леонид. Я являюсь ведущим евангельских встреч. Очень благодарен библейскому порталу Экзегета за содействие, за созданную на сайте Экзегета викторину, которая очень удобна в применении и помогает нам в работе. Данную викторину можно использовать как для освежения памяти, так и для изучения Евангелия. Это можно делать как в воскресной школе, так и в кругу семьи, на работе, в коллективе, за чаем, в паломнической поездке, да где угодно. Можно одному, как только появилась свободная минутка. Как показывает наш опыт, данный формат изучения Евангелия позволяет надолго удерживать внимание участников, в отличие от лекции или проповеди. Здравствуйте, друзья! Мы сегодня с вами продолжаем цикл наших встреч, евангельских. Темой наших встреч является Евангелие и вопросы по нему, которые черпаем из замечательного библейского портала Экзегет. Перед вами как раз викторина, и сегодня мы выберем четверо Евангелия, вопросы по четверо Евангелия. Выбираем их от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Что Иисус Христос сказал человеку с сухой рукой перед тем, как исцелить его? Варианты. Протяни руку твою, иди и больше не греши. Вера твоя спасла тебя. По вере твоей дано будет тебе. 40 секунд, друзья. Какой, на ваш взгляд, вариант верный? Итак, друзья, внимание. Правильный ответ. Хорошо, давайте единичку откроем. И это правильный ответ. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Следующий вопрос. По словам Сотника, что достаточно было сделать Иисусу Христу для исцеления Его слуги? Варианты. Возложить на Него руки. Подойти к Нему. Лишь сказать слово. Помолиться о Нем. Если есть правильный ответ у команды, можете поднять руку, чтобы было видно. Руку. Ага, хорошо. Давайте откроем. Лишь сказав слово. Друзья, кто знает, поднимите, пожалуйста, руку, почему все-таки Сотник не пустил Иисуса Христа в свой двор, в свой дом. Почему он сказал, что достаточно слова тебе сказать. Один человек знает. Второй. Простите, как вас зовут? Нина. Нина, скажите. Он считал себя недостойным, чтобы Господь его посиделил. Хорошо, друзья. На самом деле, Сотник, римский воин, он был язычником. И он, зная менталитет и культуру иудеев, он знал, что если иудей заходит во двор или в дом язычника, он оскверняется. Оскверняется и ходит скверным какое-то время. Поэтому из-за уважения к столь почтенному и уважаемому всеми Иисусу, он сказал, что не обязательно тебе ходить ко мне в дом, а вот скажи только слово. Следующий вопрос. Какими поучительными словами Спаситель завершил притчу о сеятеле? Варианты. Народу не дано знать тайны Царствия Небесного. Кто имеет уши слышать, да слышит. Кто услышит меня, тот поймет. Что посеешь, то и пожнешь. Внимание, друзья, ваш правильный ответ. Второй. Открываем. Верно. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Переходим к следующему вопросу. Христос укоряет фарисеев в том, что они исполняют незначительные заповеди, а главное они исполняют. Что является главным в законе? Варианты. Суд, милость и вера. Добро, любовь и надежда. Добро, надежда и вера. Вера, надежда и любовь. Сорок секунд, друзья. Итак, друзья, какой правильный ответ? Мнения разделились. Первый и четвертый. Да, суть милости веры. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смятый, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Друзья, вот в чем и был самый главный конфликт между Христом и фарисеями. То, что они приоритеты поменяли совершенно от главных заповедей о любви к Богу и ближним, они перешли на незначительные. Ну, то есть, просто там какие-то исполнять заповеди о субботе, о каких-то податях, мята, анист, мин. И сложнее все-таки полюбить ближнего. И делать для него то, что ты хотела бы, чтобы делали тебе. И наоборот, не делать того, чего не хочешь для себя. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я приехала из города Орла. Хочется сказать спасибо организаторам за такое мероприятие. Приехала сюда с целью почерпнуть опыт и привезти в свой город. И поделиться опытом со своими прихожанами, со своей церквью. Я прихожанка храма, монастыря Успения Богородицы в нашем городе. Так что спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Оксана. Я из Москвы. Участвую в викторине первый раз. Мне очень понравилось. Понравилось то, что все ответы мы практически находили интуитивно. То есть, откуда-то мы это все знаем. В викторина, она немного как бы помогает вспомнить какие-то моменты и заострить на них внимание. Может быть, какой-то еще раз задуматься об этом и извлечь для себя что-то полезное. Потому что мы живем, это все-таки жизнь, она, это динамика. И каждый кусочек Евангелия, он можно применить во многих ситуациях. И эта тема интересна и цена. Это меня подстегивает, если можно так сказать, изучать Священное Писание еще больше, Библию, Новый Завет изучать еще больше. Это просто, это удобно, конкретно. И мне нравится еще то, что, в принципе, командными усилиями всегда можно найти верный ответ. Поскольку есть большое количество не сильно воцерковленных людей, которым данный уровень будет достаточно тяжел. А это означает, что для того, чтобы их привлечь к этой игре, а не оттолкнуть, нужно делать вторую версию, слегка урезанную, более простую, и позволяющую проявить интерес к Библии, а не, наоборот, его погасить. Я первый раз пришел на это замечательное мероприятие, которое называется «Ивангельская викторина». Могу сказать, что мне в целом все понравилось. Несмотря на то, что приходится мгновенно осваиваться в относительно незнакомой обстановке среди абсолютно незнакомых новых людей в этот момент, ну, понимаешь, что действительно люди, у которых есть что-то общее, они не зря пришли сюда, у них есть, наверное, такие же, как и у тебя, общие интересы. И вот это понимание, которое ощущается даже интуитивно, естественно, больше, чем логически, оно радует, оно объединяет, оно сближает. И, ну, первое, конечно, это не просто слова, это большая благодарность тем, кто эту викторину организовал, кто ее собирает, кто ее придумывает, он над ней работает. Хочется пожелать им, так и напрашивается, многое благая лето, но пусть они поют сами, а мы им пожелаем успехов творческих, профессиональных, какие-то моменты, которые могут быть доработаны, их, разумеется, много. Я уверен, что создатели, организаторы викторины о них знают и сами. Ну, а мы надеемся, что такие встречи будут проводиться и дальше, и, возможно, те, кто сейчас только принял участие первый раз, в следующий раз тоже захочет прийти. Субтитры создавал DimaTorzok